И так, ну что ж, ариарумы маленькие любители покушать и всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваша покорная слуга Мамуру, и это великолепная сборочка Майнкрафт с модом Крейт. За кадром я ничего особо здесь не мудрил, не делал, а всё потому, что здесь нас ожидает очень много всего интересного. Я предлагаю сразу дальше продолжать продвигаться по линейке квестов, которые здесь нам доступны. В частности, я предлагаю немножечко отступить от вот этого нашего производства. Конечно же, мы рано или поздно дойдём до производства автоматических колёздорбления, но это будет, наверное, уже в следующей серии. Сейчас же я хотел чуть больше сконцентрироваться на вот этой вот линеечке, где нас просят создать и найти для начала папоротники где-то в этом мире, для того, чтобы из них, собирая эссенцию, мы могли бы производить части мобов. И эти уже части мобов мы будем использовать в дальнейшем в разных областях производства. Пока конкретно где именно, это мне непонятно, но тем не менее, планы у нас есть наполеоновские. Я уже здесь походил, поискал, нашёл вот такое количество этих папоротников. К сожалению, только два вида. Один был очень счастливым и случайным истечением обстоятельств возле нашего дома. А за вторым видом мне пришлось чуть дальше сходить, и вот он в зимнем биоме, далеко-далеко на севере у нас находился, но тем не менее, я ему нашёл, что уже даже замечательно. А значит, даже двух видов нам будет хватать для того, чтобы продолжить дальнейшее развитие в этой модификации. На самом деле, ничего в этом сверхтесного нет, просто нужно было путешествовать по миру, и рано или поздно эти папоротники можно здесь найти где-то на поверхности. Но зато мне повезло в том плане, что я могу сейчас эти папоротники превратить благодаря автономной активации в вот эти самые листья следникового папоротника. Из этих листьев я смогу сделать, в случае чего, листья другого вида папоротника, который мне может понадобиться здесь. То есть, в любом случае, я смогу, имея даже два цвета папоротников, сделать третий. Давайте тогда начнём потихонечку с этого. Нам тогда нужен активатор и ножик, для того, чтобы всё это реализовать. Так, я думаю, вот это вот место подойдёт нам пока что для всех наших нужды. Надеюсь, на это, по крайней мере, я. Нам нужно будет потом это всё закольцевать, заделать. Ладно, посмотрим. Если что, возможно, мы куда-нибудь переедем в другое место. Пока что я буду это делать в глубоко временном варианте, поскольку вообще не представляю, как это всё должно выглядеть. То есть, у нас есть активатор. Для него, получается, рядом будет крутиться другой активатор. Получается, здесь вот этих активаторов у нас должно идти аж три штуки. То есть, для каждого папоротника свой отдельный вид. И каждый из этих, получается, активаторов будет использовать свой нож. И, получается, сейчас это должно запитаться для того, чтобы всё это производилось у нас в необходимом масштабе. Можно сейчас без проблем порезать в ручном режиме, но зачем, если мы можем сразу это всё потихонечку начинать полуавтоматизировать. Так, и получается вот всё готово. Здесь пока что я за ненадобностью конвейер, наверное, уберу лучше. И теперь я, допустим, сюда захочу по четыре штучки каждого вида папоротников для того, чтобы производилось. Так, резание пошло. Это хорошо. И да, у нас появляются здесь листочки. Теперь из этих цветочков мы можем сделать тот самый недостающий нам зелёный листочек, благодаря рудному камню, который находится у нас буквально во всех плоскостях, которые нам только нужны. Таким образом, мы смогли получить два вот этих вот листочка зелёного папоротника, которого у нас нету. Теперь, что нам делать с остальным? Как нам нужно их, получается, производить, создавать и выращивать? Получается, если мы папоротник кидаем в огонь души, то мы на выходе получаем слайм ферн. То есть вот этот самый, получается, росточек, не росточек, как это правильно называется. А что такое, прошу прощения, огонь души? Так, хорошо. Допустим, нам нужно это всё кидать в огонь души. То есть, если что, мы потом внизу разместим это всё. Но я особо сейчас не представляю, как именно это всё должно располагаться и выглядеть. Для того, чтобы создавать огонь души, если я верю всему правильному, то нужно использовать демонические фрукты, которые я выращивал здесь благодаря обычным семенам, которые падают из вот этой вот самой травы, которая здесь срубается. Выращивание происходит у меня вот на этой вот новенькой плантации, которая здесь размещена наравне с предыдущими плантациями. Вырастает здесь небольшой такой фрукт, который на ПКНС собирается без проблем, и мы получаем такой небольшой демонический фруктик. Его мы должны, получается, для создания демонического огня, давайте, как пример, вот сюда вот выбросим и подожжём. Хорошо, мы получили демонический огонь. Один из листьев мы должны поместить сюда и получаем слайм перн. Так, ага. То есть этот огонь ещё и, получается, перестаёт гореть через какое-то время. Очень замечательно. Так, давайте сейчас попробуем метод с назыраком, потому что если постоянно поджигать, то это вообще какая-то дичь, и я не знаю, как это должно быть реализовано на самом деле. Теперь, получается, мне, помимо того, что я сейчас возьму назырак, нужно будет сделать и придумать небольшую систему, с помощью которой у нас половина снова, опять-таки, ресурсов будет отсеиваться. Имеется в виду половина листьев паворотника. Половина будет сжигаться в огне души, а оставшаяся половина будет зацикливаться и идти в обратку. Для начала я проверю, будет ли это всё в назыраке гореть бесконечно. Если будет, то хорошо, если не будет, то очень даже плохо. Ну, вроде это должно работать так, но я не уверен особо на самом деле. Плюс-минус, эта вся система у меня здесь придумана. По крайней мере, в голове, на карте, на схеме это выглядит не так презентабельно, как мне хотелось бы. То есть, получается, вот сюда вот у нас должны попадать папоротники. Они сюда попадают благодаря андезитным воронкам вообще без проблем. По конвейеру, который у нас будет когда-нибудь вот здесь вот существовать. Сюда на конвейер будут попадать у нас ресурсы благодаря вот этому драйверу. Которые ресурсы будут попадать из вот этих драйверов после того, как их разделает нож. И после того, как вентилятор сдует все ресурсы в огонь. И они опять-таки попадут вот сюда. Сюда же могут попасть только ресурсы, прошедшие именно вот эту термическую обработку. И таким образом я надеюсь заполучить всё необходимое нам. Это единственный способ, который я здесь смог придумать. Надеюсь, он у меня получится. По крайней мере, его реализовать. Для его реализации мне хватает всего парочку вещей. Сейчас нужно сделать ещё немножечко активаторов. Ещё немножечко латунных механизмов. И тогда можно будет уже запускать эту шайтан-машину. Так, я тут немножечко ошибся. Тут должны находиться у нас, по идее, сами папоротники. А не их производные. То есть, вот эти вот у нас, получается, листья нигде задерживаться, по идее, не должны. А не должны, должны, ведь сами листья у нас и должны быть итоговым продуктом. Получается, у нас листья должны идти в смесь синевого папоротника. То есть, эту нужно сейчас систему мне кардинально переделать. Большую и основную её часть. Потому что мне в любом случае нужно вот эти самые, получается, листики буферизовать. Иначе у нас здесь вообще ничего не выйдет. Ну, по крайней мере, выйдет. Но, по факту, на самом деле, это всё, то, что я здесь делаю, будет бессмысленно. Вот здесь вот будут буферизоваться листья. Здесь должна быть система, которая располовинивает это всё. Вот сюда вот должна половина идти и где-то дальнейшее делать производство. А вот сюда вот должна половина идти и превращаться в папоротники. Я не знаю, как это сделать, на самом деле. Как половину сделать? Как половину отделить? Пока что я сделаю это в полуавтоматическом формате. Я понимаю то, что здесь масштабы мне понадобятся просто колоссальные. И полуавтоматического формата здесь будет очень сильно недостаточно. Возможно и, скорее всего, мне придётся переделывать эту часть с папоротниками. И, скорее всего, я это займусь в скором времени. Но я очень сильно не понимаю, как я должен обеспечить ровно деление на пополам, на полустаком. Для всех папоротников, всех видов, которые здесь у нас располагаются. Я могу сделать здесь себе сортировку без вопросов, но как именно реализовать деление, я ума себе не приложу. Поэтому пока что реализовываем в полуавтоматическом режиме. Я боюсь, в такой схеме, вентилятором из продукта всего этого безобразия, есть один маленький нюанс, который может всплыть, а который может и не всплыть. Но посмотрим, как это всё будет работать. Если что, придётся переделывать, наверное. Но будем надеяться на лучшее. Так, сейчас у нас, получается, есть здесь все виды этих листочков. И все виды нам в любом случае нужно сейчас размножать, увеличивать и расширять. Зажигаем. И смотрим, будет ли это всё выплёскиваться сюда, будет ли это всё работать. Но, по факту, должно скорости у нас хватать, так что без проблем. Даже подкидыванием этих самых папоротников всё должно здесь решаться. И всё это успешно попадает в наш драйвер. Замечательно. Локаем его ключом. И теперь мы должны подать крутящийся момент, чтобы это всё сортировалось у нас в тот самый сундук. Я закидываю сюда сейчас в автоматическом режиме все папоротники. Они потихонечку пошли здесь и начали успешную сортировку. Заодно они начали здесь резаться. И режутся они у нас вот так в ком-то режиме, да? Так, у нас получается, здесь конвейер крутится быстрее, чем успевают листочки попадать вот сюда. И единственный вариант, при котором это всё может застопориться, когда все три драйвера будут забиты этими самыми листочками. Но я больше, чем уверен. По крайней мере, я хочу на это надеяться, что такого не случится у нас никогда. Хотя бы по той причине, что у нас не будет, надеюсь, такого гигантского и колоссального количества этих самых папоротников. По-хорошему, я могу сейчас просто взять это всё безобразие, заглицовать, чтобы это всё работало без моего участия. И просто дождать, когда у нас папоротники будут врастать и развиваться. И просто я вот эти вот самые листочки, которые здесь у нас будут появляться, буду отсюда забирать в полуавтоматическом режиме и дальше где-то использовать. Я думаю, что такой вариант меня более-менее устроит. Он пошёл работать. Получается, здесь все папоротники, которые будут производиться, автоматом будут перерабатываться. Систему из папоротников. И всё это у нас, получается, будет как-то более-менее сосуществовать. И рано или поздно, я надеюсь на это, хочу по крайней мере в это верить, появятся вот здесь вот у нас излишки. Нужно будет, возможно, вот здесь вот поставить другую воронку из латуни, для того, чтобы быстрее процесс выплёска не происходил, чем сюда вот поставлялись эти самые ресурсы. Но время покажет, возможно, нужно будет, возможно, не нужно будет это самое разместить. По квестам. Получается, вот это вот у нас по-любому завершено. Не завершена мистическая биомасса, которая у нас дальше должна будет где-то использоваться. Лишние листья нужно добавить в дробилку. Но проблема в том, что у нас нету сейчас этих самых лишних листьев. У нас практически ничего нет. У нас всё это производство только в зачаточном состоянии, всё это работает. И как я погляжу, у нас есть очень сильная беда в том, что... Да, я вижу, очень сильно у нас есть беда. Беда в том, что у нас пока работает один вид папоротника, ничего другого производиться здесь не будет. Возможно, это сейчас придётся мне переделывать. Потому что в ином варианте это всё, конечно же, работать от слова совсем не будет. По идее, это теперь должно работать так, как я хочу. Благодаря тому, что я здесь разместил латунную воронку, у нас сразу все стаки будут попадать сюда. И из отсюда они сразу всеми стаками, всеми скопами стаков будут попадать вот в эти драйверы. Стоп, машина, почему так произошло? Понятно, здесь ещё одна беда всплыла. Проблема в том, что вот эти вот воронки тоже нужно будет заменять на латунные. Они просто не успевают весь объём стак в себя запихнуть, прежде чем он пройдёт по этому конвейеру. И так может случиться, что просто вся эта система у нас забьётся. Но я надеюсь, это не случится. Всё потому, что я просто здесь заменю когда-нибудь на латунные вороночки. У нас здесь, получается, есть пробка по конвейерам. Сейчас будем пытаться что-нибудь другое придумать. А вот так вот эта вся система работает как нужно. То есть я привод сюда привёл. Получается, так как на вентиляторе хватает у нас полностью мощности, он у нас так как дул, так и дует. И просто здесь вот небольшим ускорением привёл всё с дела таким образом, что у нас все необходимые ресурсы работают примерно в необходимом объёме, в необходимом количестве. Излишки у нас идут сюда так же, как и нам нужно. Только вот я забыл то, что вентилятор у нас поменял направление вращения, но я только сейчас делаю вот так вот и дышь. И всё у нас должно работать просто изумительнейшим образом. Мне очень сильно не хватает на самом деле системы, которые могла бы просто брать и разделять на рандоме туда или сюда объекты. Я серьёзно не знаю, как это сделать, и как бы мод не особо подсказывает. Нужно будет, видимо, мне серьёзно заняться этим вопросом за кадром и поизучать этот момент. Ну а пока нужно сейчас заниматься немножечко другим, как и было обговорено, но нужно сейчас заняться дроблением этой всей экосистемы в мясистую биомассу. А потом сделать так, чтобы это всё у нас пережаривалось. Ну и система с жерновами должна идти где-то, ну, допустим, вот здесь вот. Получается, эта вся система вот так вот располагается. Здесь драйверы, здесь жернова. Сюда, получается, мы должны просто подать кинетический момент. Они все закрутятся, завращаются. Сейчас нужно сделать ещё парочку воронок для пущей уверенности. Я надеюсь, таким образом в них будут попадать ресурсы. Сейчас я здесь, получается, размещаю вал, в котором всё это будет происходить, безобразие. И вот так вот, получается, они должны быть здесь размещены. То есть, все ресурсы, а именно вот эти вот самые листья папоротника, попадающие вот сюда, будут подниматься по конвейеру и без проблем должны, по крайней мере, попадать в эти самые жернова. Только, наверное, здесь вот должны быть размещены всё-таки андозитовые воронки по сортировке, для того, чтобы это всё сортировалось. Ну, это ладно, это потом, это всё лирика пока что. Да, здесь у нас проблема с сортировкой опять. Да, эта система всё-таки вынуждает меня использовать латунные воронки. Хоть это и достаточно дорого даже для нас сейчас. Я очень сильно надеюсь, что не случится так, что просто у нас вся эта система встанет из-за того, что банально какой-нибудь из драйверов переполнился. Хотя, с другой стороны, если так случится, то значит всё у нас очень даже хорошо, и ресурсов более чем у нас много. Так, теперь мне нужны самые листья папоротника. На время я, наверное, прекращу подачу этих самых папоротников сюда, пусть они здесь скапливаются. Получается три цвета. Давайте синхронно что ли разносим. Зелёный, фиолетовый и синий. Потом вот этот конвейер нужно будет соединить с вот этой системой, где у нас будет происходить разделение на две равные части. Но пока я не знаю, как это сделать. И когда я узнаю, обязательно вот эта вот вся система у нас переделается. Да, я понимаю, что это сейчас выглядит как тяп-ляп, сделанное и готово, но я надеюсь, что потом это всё будет выглядеть более-менее эстетично. Так, а в следующей серии я обязательно постараюсь колоссально заняться задачей с разделением на две равные части. Ну а пока я вынужден делать это вручную. Вот, допустим, у нас есть листья. Сейчас мы их сюда вот кидаем. И они должны у нас пойти дробиться. Ага, пошли, конечно же, пошли они у нас. Сюда-то я забыл на жернова придать в крутящийся момент. О, всё, передалось. 64 единицы энергии. Ну, допустим, хватит, я надеюсь, этого. Ну, что-то, кстати, уже пошло дробиться. Что-то уже начало здесь скапливаться. Я это всё локаю и собираю числа для квестов. Получается катарсис, вот эту биомассу, тыдыщ, я выполняю. Дальше у нас есть небольшое разделение. На порох, на пыль эндера и удобрения. А также мне предлагают сделать всю эту вот систему только через мобов. Это не проблема. Даже, наверное, мне кажется, через мобов сделать это было бы гораздо лучше, легче и удобнее. Но есть один маленький нюанс. То, что здесь нам в этой системе нужна эндер пыль. А эндер пыль, как вы понимаете, только можно достать из эндерменов. Но, как назло, эндермены не будут спавниться. Точнее, будут, но не будут грамотно распавниться на обычные формилки мобов. И с ними нужно будет что-то отдельное приделывать. Так что, в любом случае, я думаю, эта ферма папоротников нам здесь будет незаменима для всей этой ситуации. Теперь нам нужно сделать так, что эта вся мистическая пыль попадала и дальше как-то переделывалась, передроблялась. Допустим, начнем с этой самой системы. Допустим, нам здесь предлагают на кухонной плече, на сковородке сделать так, что это все пережаривалось. Серьезно, я не имею ни малейшего понятия, как это сделать. И придется, наверное, завершать серию на этом моменте. Поскольку предстоит мне что-то явно невероятное. И мне нужно будет выяснить за кадром и очень серьезно за кадром произучать эту сборку, эту модификацию и все то, что здесь происходит. Потому что то, что происходит сейчас, это что-то такое вот явно неправильное происходит. Не должно это так работать, по крайней мере, в моем представлении. Я должен каким-то образом все-таки в кухонную плиту помещать предметы. Это ладно, и это можно, я надеюсь, можно как-то придумать. Допустим, с помощью автономного активатора, допустим, выбрасывателя или чего-либо еще. Но я думаю, можно найти способ, как это сделать. А также нужно найти способ, как делить предметы на два. Казалось бы, это такой простой момент, но все-таки нужно этим заняться. Ведь давно уже висит эта необходимость, и давно это нужно сделать. И как только мы это сделаем за кадром, как только я изучу этот момент, и еще, возможно, какие-то подводные камни, которые появятся в будущем, мы уже будем с вами заниматься следующей серией. Если у вас есть какие-то предположения, какие-то варианты, как это сделать, как лучше это сделать, то, пожалуйста, пишите об этом в комментарии. Я с удовольствием хочу к вам прислушаться. И я надеюсь, что вместе мы сможем преодолеть всю эту сборку с ее непростыми решениями и непосильными задачами. Ну, а пока, наверное, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш похожий слуга Мамору. И еще услышимся. Продолжение следует...